доброго времени суток пользователь афанасий задал очень хороший вопрос относительно варки зерна добрый день скажите пожалуйста в чем причина что из автоклава пшеница кульках выходит сильно мокрая есть места что даже сварилась и скомковалась причин может быть множество но основные из них я определил таким вот образом значит первое это переваренная пшеница при подготовке зерна будьте внимательны когда вы варите пшеницу объяснить в каком состоянии варки она должна быть очень сложно на пальцах это нужно один раз показать значит плохо вторая причина почему она может так свариться это плохо просушенная пшеница значит процессе сушки вы ее недостаточно просушили и она имеет излишнюю влажность и в результате эта влажность излишняя позволяет ей свариваться в автоклаве третья причина в автоклаве много воды и пакеты погружаются в воду и в результате того что нижняя часть пакета находится в автоклаве в воде она сваривается в кашу следите за тем сколько какое количество воды вы наливаете на дно автоклава и оно должно быть обязательно ниже подставки которая стоит на дне иначе в противном случае будет свариваться каша может быть эта причина еще иногда бывает если автоклава стоит неровно вода может переливаться на один край и тогда некоторые пакеты из вашей закладки оказывается в воде и таким вот образом получается что те пакеты которые будут находиться в воде они как раз и будут свариваться в кашу высокая температура при стерилизации это однозначным образом если температура при варке пакетом зерном была высокая значит естественно что это могло стать причиной того что зерно сварилась в кашу значит учтем тот момент что при стандартном давлении полтора атмосферы у нас температура в автоклаве должна быть где-то в районе там 116 градусов как можно какую роль здесь играет температура большая высокая ударная температура при начальном нагревании автоклава то есть именно когда начинаем прогревать зерно зерно мы ставим температуры комнатной и резкую даем температуру при нагреве может дать то что сильно нагревается металл в результате этого может в некоторых местах или переваривается переваривается зерно или даже может наступить расплавление пакетов поэтому именно на этапе прогрева автоклава температуру высокую ставить не нужно она должна содержать содержимое автоклава должно прогреваться равномерно это зависит от объема все таки автоклава и количество закладки зерна если мы туда закладываем 3 килограмма это один режим автоклавирования если мы туда заложили например 100 или 200 килограмм в огромный автоклав это будет совсем другой режим автоклавирования совсем другие параметры это вы должны для себя объективно понимать что для автоклавов 40 килограмма закладки зерна и 100 килограмм параметры эти будут разными и разное будет время прогрева и так далее и пятая причина которая может привести к свариванию зерна в автоклаве это в принципе то что я и сказал уже в четвертой причине это сильный перегрев металла это когда может быть в том случае если автоклав например подогревается есть такие моменты когда он подогревается на дровах тогда излишнее пламя там может сильно перегревать автоклав тем более если он сварен еще из толстого металла то может быть такие моменты когда идет перегрев и самое главное что в таком случае нужно не исключать возможность в течении нескольких факторов одновременно в любом случае это нехорошо когда перегревается или переваривается зерно в кашу что же делать таких случаях неужели такие пакеты выбрасили принципе у меня такие случаи иногда бывает по тем же факторам которые я перечислил но главное это бывает из-за передержания или не своевременного нормализации температуры это бывает по разным причинам какая-то резкая случилась там там или звонок или что-то одновременно нужно там вспомнить какое-то дело сделать или собрать грибы забыл там например не досмотрел автоклав температура поднялась и может такое переварить значит что делать таком случае если это не слишком фатально то есть если это не пол пакета какое-то небольшое количество там где-то на самом дне то нужно постараться максимально равномерно размять это количеством этой каши сухим зерном которые есть пакете перемешать равноверно мешке и дальше что дальше его можно инокулировать но есть велика вероятность в том месте где попадет это переваренное зерно где будет эта каша то может начаться небактериальное гниение или может в этом месте начаться просто развитие инфекции так как все должны для себя понимать что все вот эти наши мероприятия прогрева и стерилизация это довольно таки все относительные вещи так как имеем дело с биологическим материалом который ограничены мы все-таки режимами и температурой и давлением вот в автоклаве поэтому не исключена возможность даже развития инфекции в тех местах ну и мицелия естественно в этой каше расти отказывается и то место которое не зарастает мицелиям может зарасти например это другой инфекции когда чтобы избежать вот этих всех факторов постарайтесь обратить внимание на вот этих пять факторов которые я перечислил и постарайтесь их устранить ну и таком случае если это случилось может быть кстати еще таким фактором если вы буферного состава буферного порошка даете недостаточное количество при избыточной влажности исходного материала то может наступать тоже такая проблема вот еще такое дополнение афанасий задал вопрос не может ли быть причиной вот эта переварка через то что через фильтр в самом пакете проникает влажность из автоклава и таким образом дает избыточную влажность пакете сразу скажу что это не может стать причиной того что проникновение влаги и самого автоклава приводит к переварке пшеницы потому что если правильно все это проделывать и не делать вот этих пяти ошибок которые я перечислил выше то зерно редко когда переваривается и превращается в кашу это говорит о том что не может быть пар в автоклаве причиной переварки зерна и второе что опять же таки говорит о несостоятельности такого утверждения о сварении зерна из-за избыточной влажности в автоклаве это то что давление внутри пакета и давление вне пакета в самом автоклаве в самой емкости оно равномерное то есть циркуляции пара автоклава через этот пакет не происходит то и поэтому говорить о том что причиной переваривания зерна в автоклаве становится пар внутри автоклава не имеет под собой значит полноценной почвы то есть причина образования каши пакете это те которые 5 которые я перечислил в начале вот и для того чтобы это не происходило нужно максимально стараться придерживаться правильного режима стерилизации